я приветствую всех кто смотрит это видео вы на канале меха мозг друзья в этом видео я решил показать как проточить конус морзы при помощи токарного станка покажу я способ которым пользуюсь непосредственно я как как я считаю очень даже простой способ без применения шаблонов образцов или даже индикатора показывать буду на примере вот этого устройства что это такое это нестандартный плашка держатель или лерка держатель кому как больше нравится он предназначен для установки в пиноле задней бабки фактически готов единственное что не хватает конуса вот на примере данного приспособления и покажу способ как проточить конус морзы и так детали установлена и необходимо проточить конус морзы 4 согласно таблице необходимо выставить поворотом малой продольной подачи 1 градус 29 минут и 15 секунд но если посмотреть на шкалу по которой нам надо выставлять здесь не то что секунды здесь градусы выставить сложно не видно маленьких он черточек поэтому что мы делаем поворачивать приблизительно на полтора градуса чтобы иметь хоть какое-то значение а потом уже я покажу как выставить точно и так конус проточил но это предварительный конус насколько он точный мне не известно как это узнать надо просто выставлять не по градусам мало продольной подачи а по лимбом продольной поперечной подачи все что надо узнать разницу диаметров на определенный отрезок ну допустим на 100 миллиметров в реальности точно замерить вряд ли получится я думаю возможно но это очень тяжело а вот в виртуальном мире так сказать это довольно просто и что я и сделал взял чертежную программу компас и в ней начертил угол который необходим замерил разницу диаметров получилось вот такое вот значение это на длину в 100 миллиметров и его будем стараться ловить сейчас посмотрю сколько получилось поточнее что я делаю я выставляю продольную подачу на ноль на 0 и на оборотах очень нежно и легко касаюсь конуса рисун едва едва коснулся и теперь на продольной подачи чем поперечный выставляю 0 соответственно отводим влево по нисходящий конуса на 100 миллиметров и смотрим что получилось чудо у меня мало получилось я думал будет точнее получилось четыре целых четыре целых шестьдесят грубо говоря должно быть пять целых сто девяносто три сотых тысячных пять целых две десятых должно быть примерно вот так будем поворачивать будем разворачивать значит куда значит туда еще на надо развернуть чтобы понос был более пологим отпускаем и подстукиваем совсем чуть-чуть ну и еще раз проходим жалко конечно что подача ручная я работал на производстве там на токарном станке была автоматическая подача и было гораздо приятнее тут можно мозоли натереть что ж поехали итак друзья мои конус я вывел и согласно вот этих царапин можно видеть можно видеть что погрешность у меня составила примерно четыре сотых миллиметра то есть меньше диаметр конуса на длину в 100 миллиметров будет на четыре сотых миллиметра толще чем положено насколько это критично сейчас узнаем сейчас просто попробуем ставить пиноль задней бабки момент истины они чуть-чуть подкрутим все заклинило чуть-чуть пальчиком уже клинит так что четыре сотки погрешность принципе я думаю допустим данный способ не идеальный уровень точности конуса зависит от уровня точности поворота малая продоль а насколько хватило терпения точно выставить данный данном случае у меня по крайней мере была возможность там снять этот конус и попробовать как он каким-то шаблоном а до этого я вот точил переходную втулку конуса как говорится найдите пять отличий вот заводская вот та что точил я и точил ее по нисходящей ближе к патрону конуса не было возможности проверить то есть проверить я мог только когда отрезал уже и все получилось единственное что внутренний конус я поправлял коническим райбером конической разверткой для конуса морза можно видеть все работает все заклинивает помимо конуса морза 4 друзья мои рассчитал я все конуса подытожил их в таблицу и и вы можете видеть единственное что я невеликий математик но рассчитал и быть может закралась какая-то ошибка два раза перепроверял все конуса я не протачивал согласно этих данных если ошибка обнаружится обязательно пишите в комментариях еще о чем хотел сказать сохраняется возможность блокировки youtube а на просторах россии оставлю ссылки в описании на мои каналы на яндекс дзен на рутуб чтобы не терять связь если вам интересно мое творчество обязательно подпишитесь на эти каналы отдельно хотел бы поблагодарить всех кто оказывал мне материальную поддержку осуществлял денежные переводы в условиях ограничения введенных ютубом для меня это очень значимая помощь спасибо друзья кому понравилось видео не забудьте поставить лайк кто не подписан подпишитесь всем творческих успехов до новых встреч